Здравствуйте и не пугайтесь, ваши мониторы и телевизоры исправны. Просто вы смотрите большое интервью, в котором не будет буквально ничего лишнего, даже цвета. Только герой, только человек, который интересен нам и, надеюсь, будет интересен вам. Сегодня это Оксана Набальчикова. Задача оппозиции критиковать. Оппозиция всегда критикает. Да у нас и есть такая задача. То есть выявить те моменты, которые мы видим, и критиковать. В любой сфере критик, он улучшает работу этой сферы. Кроме того, это не спасение. Это только усложнение жизни, это деление на вакцинирование и не вакцинирование. Почему люди не живут? Потому что они не могут здесь найти ту работу, которая не работает условно с лесами и дворниками, а работу, которая дает нормальные оплаты труда. А для молодых специалистов вообще, в принципе, по большому счету, какой-то социальный лифт здесь не наблюдается. Приходишь встречаться с людьми, они говорят, а вот нам здесь тротуар сделали, а вы что сделаете? Ну, по-моему, обычный вопрос. Обещаете клубы, ну что? Да, так тротуару. То есть парламентарий, это на самом деле, это принятие закона, это основное. Если внутри политики, то, конечно, компенсация, но, знаете, это как бы так же, как в бизнесе. Ты же пришла, да, то есть кто тебе сказал, что тебе будут какие-то поблажки. Соответственно, тебя постоянно испытывают, да, в этом плане. И как и в бизнесе, например, на мой взгляд, женщине, конечно, нужно быть более сильной. Здравствуйте, Оксана Валерьевна. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли в нашу студию. И, наверное, вот первый вопрос, который задам, не будет иметь никакого отношения к политике, к работе, к федеральной, местной повестке. Вы Новый год, как планируете праздновать? Вы выключите сотовые, чтобы вас рабочими делами не доставали? Мы будем праздновать с супругом, поедем, естественно, по родителям, по знакомым, выключим телефоны. Очень хочется реально побыть в семье, побыть дома. Приедут дети у нас, поэтому чисто будет семейный такой праздник. Бывает такое, что вот политика эта достала? Не хочу, не могу, можно меня вот хоть сегодня не трогать? Или нет? Бывает такое, что работа достала? Да, 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 бывает. Вы ответили на мой вопрос. Понятно. Наверное, в последнее время самый обсуждаемый вопрос, который касается всех и на местном уровне, и на уровне федеральном, и, наверное, это один из немногих вопросов, когда мы в последнее время видели именно очень четкие линии политических партий. Это вопрос по введению QR-кодов. Вот какая здесь позиция вашей партии, и почему она именно такая? Ну, здесь позицию мы, в принципе, не один раз ее обозначали, и даже пресс-конференции проводили. Мы не против вакцинации, мы против принудительной вакцинации. QR-коды и вакцинация – это не одно и то же. Это сто процентов, да. И мы против вот сегодня введения вот этих обязательных QR-кодов. Это… осложнять жизнь – это мало сказано, да, то есть, а тем более, те вообще вариации, которые первоначально предлагались, и про общественный транспорт, ну, то есть, совсем зарегулировать этот процесс. У нас совершенно разные истории Москвы и, условно, села, районов и даже нашего областного центра. Мы не готовы никаким QR-кодом. Александр Валерьевич, а почему не готовы, как вам кажется? Вот если брать именно момент неготовности, уйдя пока от вот идеологической составляющей. В этом такой необходимости, ведь QR-коды – это не панацея от каких-то заболеваний. Это даже не снижение, то есть, затратность и вот усложнение этих процессов, оно не даст того вау-эффекта или какого-то результата, что все перестанут, у нас будет снижение заболеваемости и всего остального. Это не связано с этим. Это может быть, ну, есть какая-то доля, там, я не знаю, несначительного процента, но это точно не вариант решения той проблемы, которая у нас есть. Да, я понимаю, что насколько загружены врачи, я понимаю, насколько у них высокая нагрузка, насколько огромная, ну, боль, когда мы теряем близких, да, там, например, у нас в парте два человека умерло, вот, и переболело очень много, вот. Но даже несмотря на все эти вещи, QR-код – это не спасение, это только усложнение жизни, это деление на вакцинированных, невакцинированных, плюс, как мы знаем, как на сегодняшний день, например, те же медотводы получить сложно, да, как те люди, которые переболели, ведь очень многие даже не в курсе, что если они переболели, и у них есть и тесты, и есть антитела, но они не получат QR-код. Ну, ведь по новой версии получат. Ну, это же как раз результаты работы, которые, то есть иногда даже где-то нужно перегнуть полку, ну, чтобы хотя бы на шаг куда-то вперед сдвинуться, ведь у нас так это работает. То есть представьте, если бы мы говорили только вот, ну, про это, да даже и этого бы ничего не приняли. Вот, поэтому то, что это сделано, это как раз и заслуга того, что люди активно подключились к этому процессу, что люди как раз и начали про это говорить, и политические партии однозначно, потому что одного нашего волоса недостаточно. Естественно, необходима и активность людей. И вот в этот, ну, вот это проявление, оно и помогает убрать совсем вот явные перегибы, ну, хотя бы таким образом. Хотя, мне кажется, и само принятие, например, там, федерального, ну, если это временная мера, то о каком федеральном законе тогда речь? Ну, это как минимум, ну, у вас, да. Поэтому наша позиция не перегибать эти вещи. Тем более, когда у нас увольняли людей, когда у нас же были такие факты и обращения, когда это все принудило, когда людей загоняли на вакцинацию, да, там, причем я точно знаю, что, например, есть, были люди, которые в этот момент болели, ну, не ковидом, а, например, там, ну, какие-то другие вещи. Вот. И для них эта прививка очень тяжело переносилась. Поэтому, ну, здесь перегибать пауку никогда не нужно. Оксана Валерьевна, но ведь закон именно о кодах называют такой альтернативой именно обязательной вакцинации, которая, ну, вроде бы, сохраняет за человеком право не вакцинироваться. То есть не хочешь, не вакцинируйся, ну, то есть там же нет... А каким образом ход получаешь? Там же нет, там, пункта, да, про общественный какой-то транспорт, да, про рабочее место. Ну, сначала же это все было раз, а во-вторых, какая же это альтернатива? Ты же все равно в любом случае начинаешь, то есть у тебя попадают определенные ограничения, которые в том числе влияют на качество твоей жизни. То есть при любых обстоятельствах ты начинаешь терять в определенных правах. Вы уже начали говорить о том, что, в общем, партия не всегда, говоря «мы категорически против», не всегда имеет в виду, что категорически против, а пытается быть буфером, да? Дело в том, что это же и пытаются перефразировать, то есть пытаются как раз подменить понятия и подменить те позиции, которые озвучиваются. – То есть, ну, фактически партия – это такой, как противовес, да? – Конечно. – То есть это функция, получается, оппозиции. – Это, в принципе, на самом деле, как бы система разных партий, она на этом основывается. И это абсолютно правильно, да, это противовес, и это задача оппозиции критиковать. Вот говорят, оппозиции всегда критикуют, да у нас есть такая задача. То есть выявить те моменты, которые мы видим, и критиковать. В любой сфере критик, он улучшает работу этой сферы. Поэтому оппозиция, она как раз для этого и необходима. – Вот как раз мы говорим про вот этот вечный спор, да, то есть оппозиция или центральная ветка. Оппозиция ведь очень много говорит, ну, по большому счету, жестко, да, и иногда очень хочется думать, что вот сейчас оппозиция как возьмется, как повернет все. Очень хороший пример был с леткой гагаринской, когда прилетал, собственно, господин Прилепин, да, и все, в общем, его слушали. Я помню, я тогда два года назад была на, ну, там, меньше чуть-чуть, двух лет, да, там, полтора года назад. Была на этой встрече, когда он ходил по ледке и, в общем, говорил о том, что нет, ребят, мы сейчас как подключаемся, как скажем веское слово за ледку. И всем казалось, что ну вот, а вдруг. Дальше, в общем. Вот чем глобальный вопрос, а вдруг не бывает. То есть это надо, во-первых, сразу понять. Поэтому я уверена, что без этих действий и не было бы того решения, которое принято в этом бюджете. И это тоже еще не окончательная совершенно цель, к которой мы стремились. Это пока только промежуточный шаг. Так, чтобы нам получить ту ледку, о которой мы все все-таки мечтаем, нам нужно пройти еще очень длинный путь. И я думаю, я вернее уверена в том, что если бы не было этих действий, то сейчас история ледки была бы совершенно другой. А так вода камень точит, понимаете? То есть это каждый раз шаги в правильном направлении. А бывают какие-то такие, ну я не знаю, позиции, случаи действия власти, когда вы абсолютно согласны. И вы говорите, ребят, да, наша функция, конечно, критиковать, но тут мы не знаем, за что вас покритиковать. Ну мы согласны. Или нет, или всегда есть какой-то момент критики, который оппозиция считает, ну, необходимым вернуть, чтобы вот это все, ну как, не застаивало, что ли. Ну, смотрите, мы же ограничены во времени, да, и, соответственно, естественно, мы фокусируемся на нашей непосредственной задачах. Ну, опять же, если, например, возвращаться к последним заседаниям заказательного собрания, у нас было выступление по бюджету, то как раз вот в своем выступлении я, например, обозначила те моменты, где есть положительные сдвиги в части тех поправок, которые мы, вносила наша фракция. То есть их приняли? Какую-то часть. Вот как раз это было предметом критики, потому что непосредственно наши поправки не приняли, но по тем направлениям, по которым мы предлагали, увеличили финансирование. Ну, то есть так, я не считаю, что ты права, но денег – да. Ну, вот примерно в этой серии, да. То есть мы по этим направлениям увеличили финансирование. Ну, а вы же, понимаете, вы там не те источники указали, вы в суммах ошиблись. Ну, ссылается на то, что по формальным признакам отклонили поправки. Это как раз было предметом критики, потому что я считаю, что это неправильная позиция. Как раз для этого и дается период времени для работы над поправками, чтобы вот эти цифры, возможные источники, сверить. Потому что мы априори не обладаем той информацией, которая есть в правительстве. Мы можем обозначить направление. Мы можем обозначить, ну, условно, да, я вижу, скажем, например, если мы направляли поправку по социальному жилью, я вижу цифры, которые представляет у нас правительство, потому что оно приложено к расчетам. Если, например, там у нас порядка около 20 тысяч людей стоит в очереди, а 79 человек мы только социальным жильем планируем обеспечить, это 0,4%, то понятно, что я могу, например, сказать, что давайте хотя бы до 1% доведем. Вот, это будет столько-то. Но я не могу, например, за правительство точно сбалансировать этот бюджет. Соответственно, в этом и есть работа. Они, например, добавили не до 1%, но там меньше на самом деле, но это все равно шаг вперед. Вы же сделали этот шаг. Соответственно, это может быть предметом до законодательного собрания работы. И тогда в чем проблема признать, что да, мы как бы вашу поправку приняли. Вот мы как раз перешли на уровень области и вспомнили бюджет. Это то, о чем я хотела вам задать вопрос. Оппозиция практически полным составом не поддержала бюджет, хотя аналитики, журналисты, в общем, почти все эксперты говорили о том, что, блин, ребят, ну бюджет неплохой, да, то есть и вот по многим, так скажем, векторам и денег стало больше, и какие-то точки роста наметились, да. Ну вот, может быть, это не тот бюджет, который хочется, когда открыл чемодан и вынимаешь по пачке денег, да, это сюда, это туда. Но в принципе, вот хороший бюджет, оппозиция говорит, нет, ребят, мы не будем это поддерживать. Как вот так получается? Где вот здесь-то не так? Ну, смотрите, значит, люди, вот говорят, например, когда говорят про бизнес, да, то говорят, люди голосуют рублем, да, а у нас люди голосуют желанием жить в регионе или не жить. Учитывая, что мы видим, что у нас идет отток населения и отток молодежи, ну, согласитесь, я думаю, что... Ну, это факт, вы поспорите. Это факт. Круг знакомых, я думаю, что и ваш, есть люди, которые уехали, и здесь не желают продолжать жить. Почему? Почему? То есть бюджет – это самый главный инструмент, который влияет на качество жизни и определяет, как будут жить люди. Соответственно, раз люди отсюда уезжают, значит, они тоже голосуют против этих решений. А вот причины по каким, это уже связано со структурой того же бюджета. И мы говорим о том, что, если вы помните, то много лет, да, я говорила о том, что у нас не работает экономика. У нас не работает экономика. Это, ну, вроде, с одной стороны, надо все время говорить про социалку, но мы говорили о том, что не работает экономика. Сейчас увеличение бюджета показывает о том, что промышленность, ну, и крупные предприятия стали больше направлять налогов в бюджет, значит, какие-то процессы пошли. Значит, работает все-таки. Это только начало этапа, да. Но при этом мы видим тренды, что, например, малый и средний бизнес у нас резко сокращается. И несмотря на то, что у нас, например, национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса, но роста предпринимателей мы не видим. И предприятий малых нет. У нас, наоборот, там идет сокращение. С 2018 года порядка трех тысяч предприятий сокращено, и 37 тысяч человек работало в них, было занято. А в крупном бизнесе у нас количество людей-то всего 8%. То есть, а где занятость остальным людям? То есть, почему люди уезжают? Потому что они не могут здесь найти ту работу, которая не работа, условно, слесаря или дворника, а работу, которая будет с нормальной оплатой труда. А для молодых специалистов вообще, в принципе, по большому счету, какого-то социального лифта здесь не наблюдается. Соответственно, о поддержке, например, того же малого и среднего бизнеса, каких-то преимуществ, которые были конкурентами по сравнению с другими регионами, мы не предлагаем. У нас есть федеральная поддержка. Вот мы ее ровно транслируем здесь, в регионе. Если у нас появилось новое поступление, почему бы эта часть этих поступлений не дать возможность развиваться этому же малому. Он всего-то там, скажем, если те, которые на спецналогах находятся, их доход, который в бюджет, мы их вообще, в принципе, можем освободить все, сократить на 50% налогообложения и дать возможность этому же малому и среднему бизнесу начать развиваться самозанятому и так далее, и так далее. Люди готовы сами себя обеспечивать, но они не могут в тех условиях, которые есть сегодня, когда пандемия, когда куча ограничений. Мы даже не освоили те средства, которые шли на виде поддержки по службе занятости, когда люди потеряли. Ну, это тоже показатель, потому что мы стремились снизить количество безработных, регистрируемых безработных. И еще этим все время гордимся. Мы говорим о том, что, ну, правительство у нас говорит, вот у нас 1,4% всего безработицы. Ну, позвольте, это регистрируемая безработица. Вы ее дальше-то как бы исследовали, сколько на самом деле людей таких. Мы предложили, там, например, для молодежи, опять же, что может застолбить молодежь? Жилье. Ну, как минимум, да? Когда есть жилье, то уже, ну, вроде тут жилье, тут какая-то работа. Уже как-то ночью туда ехать, да, там еще неизвестно, что сделаю, да. А здесь вроде у тебя уже квартира есть. Почему мы говорим о том, что нужно увеличить финансирование по жилищным этим всем статьям, по молодой семье? Хорошая же программа. Хорошая программа, но она постоянно, ежегодно у нас сокращается финансирование. У нас когда-то был период, когда в городе Оренбурге с двумя детьми получали сертификаты. Сейчас уже такой нет истории. Причем, если мы собираемся строить большой амбициозный проект, вот этот молодой Оренбург, а кто жить там будет, там 33 миллиона квадратных метров, ой, 3,3 миллиона квадратных метров. То есть там же кто-то должен жить, эти квартиры же кто-то должен покупать. Соответственно, при этом же параллельно должны заработать программы, которые позволят это жилье покупать. И это бы позволило бы сохранить молодежи. Мы предложили увеличить стипендии в наше учебное заведение, потому что федеральных стипендий выше. Пусть хоть какой-то будет стимул у тех же ребят здесь поступить в наше учебное заведение. Вот сейчас мы хотим запустить программу по проекту. Ну, общественный проект будет, поэтому вот пользуясь случаем, конечно, обращаясь, кто захочет присоединиться к нему, абсолютно общественный будет проект. Даже постараемся как бы вне политически его сделать. Ну, не постараемся, а будет он вне политически. Чтобы помогать молодежи в становлении. В чем будет помощь? Как вы это видите? Смотрите, очень большой, в принципе, имеется круг у нас таких общений, больших, и круг, в том числе связанных с корпорациями, связанными с психологами, ну, то есть с разноформатными людьми. И сегодня ребята, например, не знают тех возможностей, которые у них есть. Да, они когда приезжают в Москву, они там начинают открывать вот эти возможности, хотя при этом их можно реализовывать и здесь, находясь в регионе. Не обязательно ехать, проходить вот этот путь проживания в общежитиях, съемных комнат, и неизвестно, да, ну, как бы, насколько это все затянется. И насколько ты будешь там успешен, насколько ты сможешь там реализоваться. Поэтому мы хотели бы, вот, ну, проработать с ребятами этот период и стажировок, и профориентации, и тех возможностей, которые сегодня есть вообще в принципе. Ну, готовы сегодня работать с нами и компанией. Аксена Валерьевна, вот вы раньше говорили о том, что, дескать, нам часто говорят, да вы только критикуете, да? А действительно часто? И кто обычно так говорит? То есть, вот, там, я не знаю, партия власти, либо люди? И депутаты, ну, наши коллеги, и люди, например, говорят. Ну, средства массовой информации иногда, опять же, вариации на эту тему размышления происходят. Поэтому это часто звучит. И плюс, знаете, например, тоже такое же есть. Когда ты приходишь встречаться с людьми, они говорят, «А вот нам здесь тротуар сделали, а вы что сделаете?» Ну, по-моему, отличный вопрос. Обещаете клубы или что? К тротуару. Суть парламентариев, на самом деле, это принятие законов. Это основное. А не делание дороги? А не, соответственно, уборка мусора. Ну, чем отличается, например, общественная организация, боготворительная организация и политическая партия? Да? То есть политика – это всё-таки управление, да? Это влияние на те решения. Всё начинается с политики. Да? Всегда, на самом деле. То есть сначала возникает какая-то идея, трансформируется... В закон. Соответственно, в направление, в стратегию. И дальше уже, как на вот этот скелет, наращивается всё остальное. Поэтому у нас... А у нас получается, что как-то вот из другого угла это всё происходит. Придорожку, прокрум, будем к людям ближе, от самолета. При этом без наконта это же и делается за бюджетные деньги. То есть это же и делается за те же народные деньги, как правило. Поэтому просто у этих людей есть доступ. Именно таким способом привлечь эти бюджетные деньги. Но я думаю, что у любого депутата от оппозиционной партии, если бы у него был ключик к этому бюджету, он бы... К этому сейфу, да? К этому сейфу. Он с таким же благополучно точно так же смог бы сделать этот же тротуар и всё остальное. Тем более, именно мы предлагали, выходили с инициативы и на следующий год её запланирования о социальных наказах. Это как раз вот... Потому что вот в этот раз уже было много споров по этой теме. Так вот, мне кажется, немножечко со временем это трансформировалось совершенно в другое. Это трансформировалось в то, что стали финансировать из-за этого школу в основном. То есть закрывать те дыры, которые не делают бюджет. Ну, основные расходы по линии министерств. На мой взгляд, социальные наказы – это немножко о другом. Это о том, что когда ты работаешь с населением на округе, и ты ходишь ногами, и ты видишь какие-то недоработки, которые необходимы. Где-то пешеходный переход нужен, где-то лежачие полицейские, где-то нужно поправить дворик. И ты тратишь в любом случае на то, чтобы эти... Дошлифовать, в общем. А это, да, то есть это дошлифовка. То есть это определённая дошлифовка. Ты работаешь с населением, и они вот свои ежедневные какие-то насущные проблемы тебе говорят. Вот о чём социальные наказы. А мы хотим, пытаемся за счёт них решить какие-то глобальные... Понятно, что я полностью с этим согласна, что когда говорят, да мы на тот же Орск там выделили гораздо больше денег. Но это вот, это большие вот эти вот крупные мазки. А кто-то же вот эту мелочь-то тоже должен дорабатывать в том числе. Оксана Валерьевна, вот как раз про политику и приход в неё для чего, да? А жили вы себе жители, да? В общем, работали на вполне понятной и предсказуемой работе, на службе, да? То есть чего вас повлокот в эту позицию? Расскажите, пожалуйста. Ну, наверное, желание что-то поменять, что-то, соответственно, приложить знание, то, что есть, свой опыт, вот в эти изменения. Ну, реально желание поменять, желание чем-то улучшить, чем-то помочь и сделать что-то полезное. Вы меняли партию за время вот вашей работы, да? Вы были в одной партии, потом вы ушли в «Справедливую Россию», причём с резким ростом, так скажем, ну, политического веса и положения. Вот вы сами как это воспринимаете? Ведь многие говорят, что ой, да у этих политиков у них там нет ни идеологии, ни убеждений, да? Они партии меняют, вот, как перчатки. Вот вы это как, ну, то есть как чувствуете, почему вы это сделали? Ну, я всегда говорю, что я против шоу в политике, хотя, ну, как бы это вот необходимый, наверное, какой-то элемент, который всё время будет сопровождать. Вот, я всё-таки за какие-то реальные дела. И для меня главное – это всё-таки люди и то желание, то есть то, ради чего я шла в политику. И я хочу сказать, что вот по своей идеологии «Справедливая Россия», она, наверное, даже ближе вот именно с идеологической точки зрения. Это как раз вот про справедливость, это вот как раз про это. – Избиратели как реагируют на переходы? – Вообще-то, на самом деле, вообще спокойно. – И без разницы, да? – На самом деле, прям спокойно, да. Как бы больше внимания, наверное, около политических, ну, кто вот сопровождает всегда политический процесс, ну, я имею в виду со стороны средств массовой информации, с тех, кто вот прям внутри политики. А для избирателей, ну, такого прям принципиальной какой-то проблемы меня во всяком случае не ощущала. – Женщина в политике, ей насколько комфортно, насколько её вообще воспринимают, принимают, особенно если эта женщина – руководитель фракции, то есть не депутат там где-то пятого и шелона, да? – Или всё-таки есть вот это, что там этому аббат оппозиции хочет? – Нет, я думаю, что вот со стороны людей для них это нормально, да? Вот в принципе, я не думаю, что разница в мужчине политике, в женщине политике. Людям, наверное, больше важно, чтобы их вопросы и проблемы разрешались. Если внутри политики, то, конечно, конкуренция, но, знаете, это как бы так же, как в бизнесе. Ты же пришла, этот, то есть кто тебе сказал, что тебе будут какие-то поблажки. Соответственно, тебя постоянно испытывают, да, в этом плане. И как и в бизнесе, например, на мой взгляд, женщине, конечно, нужно быть более сильной, более грамотной, более такой упорной. Поэтому, ну, это достаточно тяжелый труд. – То есть всё-таки вот некая проверка на прочность, на вшивость именно к женщине, так скажем, политику, она более предвзятая, да? – Ну, я думаю, как, собственно говоря, во всех сферах. – Амбиции ваши, вот они заканчиваются где политически? Ну, то есть хорошо, вы депутат, руководитель фракции на уровне области. Где они кончаются? Я не знаю, билетом в Государственную Думу? – На самом деле, вот так, какой-то предел я для себя никогда не, такую отмашку для себя не делала. Но понятно, что если бы я баллотировала в Государственную Думу, и если бы я получила мандат в Государственной Думе, то это больше возможностей для решения тех же проблем, о которых мы говорим. И для нашего региона это, конечно, было бы, я думаю, полезно. – Интересно. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли в нашу студию. Не знаю, как с Государственной Думой получится, да? Но я действительно думаю, что нашим зрителям было очень интересно услышать ваше мнение, вашу позицию на то, что вообще вокруг нас всех происходит и как нам во всем этом жить. – Спасибо. – Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok